добрый день рады приветствовать вас на канале ладно да складно сегодня мы будем шить салфетку из ситцевой ткани и шить мы ее будем от центра наращивая круг за кругом и увеличивая ее в размере для этого я делаю вот такие заготовки они конечно требуют некоторого времени но зато затем уже в процессе самого шитья это значительно экономит это самое время то есть складывая их вот таким образом перед началом работы перед началом шитья я покажу как складываются эти детальки я их вот сразу вот так прошиваю и у меня получается вот такая вот такая лента разных цветов я их нашиваю много затем я их разрезаю на отдельные вот такие детальки и приступаю к работе сейчас я покажу как для такой работы можно складывать треугольнички вот мы взяли такой квадратик его размеры могут быть 6 на 6 или 7 на 7 сложили его вот таким образом сейчас мы будем делать у меня заготовочки закладывались вот таким образом теперь вот этот краешек вот это мы вот так загнули этот вот так и вот так прострочили вот такая заготовка у меня уже их много из них мы будем шить можно делать следующим образом вот так треть примерно или четвертую часть мы закинаем у этого квадратика затем вот так вот так и можно делать вот вот здесь отстрачивать вот такие острые уголочки приступаем к шитью самое трудное сформировать первый вот этот круг вот сюда мы можем подложить либо поролон либо синдепон это не имеет никакого значения какая у вас есть какой есть наполнитель такое подкладываете вот так немножечко не доходя до этого центра мы пришиваем наш первый треугольник затем второй он тоже смотрит вот так у нас стараемся их делать вот эти мысики на равном расстоянии от нашего центра итак делая небольшие нахлёст и пришиваем первый ряд работа наша будет уже более толстая более плотная и поэтому машинке шить будет это уже посложнее чем то что мы шили с вами накануне используя тоненькие материалы мы укладываем немножечко вот так немножечко ниже нашего первого цвета мы здесь подбираем любые какие нам нравятся тоже можно делать разные рисунки в отличие от той от предыдущей салфетки здесь мы идем от центра от центра салфеточки и если там первом том случае когда мы начинали шить от края салфетки и шли к центру то мы уже были как бы нас сдерживало то вот какой мы размер выбрали уже все дальше мы не могли никуда от этого отступить то здесь у нас нет такого ограничения мы можем шить сколько угодно долго и размерчик у нас тут может быть вот как маленький мы можем закончить кружочек так и можем двигаться хоть до огромного огромного половиком так теперь вот так немножечко вниз опускаемся вот сюда разворачиваем нашу работу и приступаем следующему ряду вот так его укладывая опять немножечко ниже вот теперь взяли розовенькие салфеточки делаем небольшой на плюс и шьем вот так так потихонечку сошли на другой ряд и продолжим еще один рядочек таким же розовым цветом вот я заканчиваю здесь делать второй розовый ряд ухожу чуть ниже и например теперь у нас будет синий вот мы сделали два синих круга теперь я поделила вот этот круг на пять равных дуг поставила пять точек для чего сейчас мы с вами начнем делать рисунок подходя вот к такому нашему делению мы будем там укладывать не голубой треугольный треугольничек а розовый вот смотрите так вот сюда розовый и пристрачиваем его сразу будем с вами делать и рисунок я подложила круг из другой ткани поскольку у нас этот закончился теперь до следующей такой точки я буду укладывать голубые треугольники треугольники может быть любой ну вот я такой выбрала самый понятный самый простой вот смотрите пришла к следующей своей пометке то есть я поделила этот круг на пять как бы равных сектору вот подошла к этому месту беру опять розовый теперь опять синие будут у нас следим за наклоном наших треугольников и за вот этими расстояниями чтобы они более-менее были ровные по ходу все поправляем и вот так так вот у нас где будет следующий розовый пока у нас еще синие лоскутики наши так вот еще один один здесь у нас было пять здесь у нас пять возьмем вот этот уже сюда розовенький затем опять синие так пишем вот так уже дамы у нас четыре значит ещё один пятый и опять он будет розовый дошиваю так круг так теперь мы приступаем к следующему кругу. Так, здесь у нас будут синие. Только здесь их уже будет у нас в этом ряду. Три синих треугольника. А вот когда мы подошли к розовому, мы берем и с двух сторон вот так укладываем так, здесь у нас будет даже, ну вот так, да, два, два. Укладываем розовые. Один, второй. Видите, как они у нас уже тут уляжутся. Так, теперь опять продолжаем шить синими. Сколько их будет? Ну вот, сколько будет, столько и будет. Здесь точно считать невозможно, потому что если уж вот очень хороший расчет получится, то их будет везде в каждом вот в этом нашем вот в этом расстоянии, в каждом, в каждом, где мы по кругу повторяемся, их будет одинаковое количество. Если немножечко мы нарезали разных тут треугольников, то, конечно, ну, допустим, где-то будет пять, где-то четыре. Это не страшно. Вот мы опять подошли к нашему розовому и делаем вот так два. Два опять розовых. Вот так. Итак, проходим ряд до того момента, где мы начали вставлять по два розовых треугольничка. Вот мы подошли к нашим розовым треугольничкам и сюда теперь его пришиваем уже в следующем ряду. Так, мы должны вниз опуститься. И вот здесь мы его теперь и пришьем. Сейчас мы его немножечко получше закрепим. Угу. Здесь у нас будет еще один. Еще один. Это уже третий. И четвертый. Мы расширяем наш розовый рисунок. Так, теперь у нас наши синие. Так, синих у нас здесь будет наверное три штучки. И опять четыре розовых. Так, размещаем их ровненько. Один. Второй. Третий. Третий. И четвертый. Так. Теперь опять синие. И так по кругу. Продолжаем нашу работу. Здесь немножечко закрепляем. и вот расширяем опять наш розовый цвет. Так. Синего у нас остается все меньше и меньше. Так. И мы сделаем вот так. Так. здесь у нас будет три вставочки, да? Синие. А мы вот сделаем синюю. Может быть нам хватит? Может и не хватит. Поэтому мы добавим по одной зелененькой. Так. Теперь опять. пойдут расширяться наши розовые. Розовых у нас становится все больше и больше участок. Так. вот у нас уже сколько здесь будет? Вот три четыре пять пять и даже шестая здесь у нас расположится. Вот так. Теперь опять возьмем синюю. Еще одну синюю. Так. А потом у нас будет зеленая. Нет. Синяя теперь будет у нас зеленая. Вот так. потом опять синяя. А потом уже опять будем расширять наши розовые. Видите, я вам сразу показываю и технику вот такой салфеточки и то, как можно делать рисунок. Уже сразу мы смотрим. Так. здесь у нас было розовых шесть. Наверное и здесь тоже будет их шесть. Так. Это будет четыре пять и шестая шесть. И так опять я делаю полный такой круг. Следующий ряд мы будем зашивать с вами опять расширяя розовый цвет. вот вот так. Так. Розовый у нас будет уже преобладать. А вот где был зеленый здесь мы расположим опять синий. шить салфетку надо обязательно используя стол. Если стола не будет салфетка может получиться круг получится вытянутый и салфетка будет лежать неровно а вот такая фалда возникнет вот такая где-нибудь она вытянется обязательно вы не сможете контролировать ровный круг такой поэтому стол либо тумба для таких вот рукоделий вещь незаменимая теперь мы этот ряд отстрачиваем вот такими розовыми треугольниками только где была у нас зеленая вставочка там мы делаем синюю вот так видите мы продолжаем контролировать наши вот эти сходы чтобы они были одинакового расстояния и чтобы у нас не было видно вот этой линии по которой мы шьем мы должны располагать вот эти наши треугольники вот не так чтобы вот это торчало видите вот эти ниточки их не должно быть видно поэтому мы их вот так закрываем так делаем еще одну вот сюда вставку розовую и затем затем у нас будет где была зеленая будет голубая розовая и опять розовая и так я делаю весь этот круг закончила я этот ряд и теперь мы могли бы еще пройти с вами скажем круг целиком полностью розовый затем сделать круг синий зеленый но мы остановимся на этом сейчас по кругу вот так пройду вот и все сейчас я вынимаю работу из-под иглы и покажу вам что я буду делать дальше все ведь мы делали с вами очень просто ничего сложного тут нет мы просто добавляли один цвет убавляли другой и вот что у нас получилось теперь ровненько оставив вот здесь припуск 5 миллиметров мы вот так все должны аккуратно срезать вот так будет выглядеть край после того как мы его лишнее все вот это удалим вот так он выглядит и затем этот край обработаю я косой бейкой что получится покажу работа над нашим ковриком завершена край коврика я обшила косой бейкой заменила некоторые треугольники на другой цвет и вот что у нас получилось я показала в этом видео технику шитья коврика от центра и показала как составлять простейший рисунок принцип работы составления рисунка если вы решите сшить коврик и разместить его на полу надо обязательно приклеить подложку специально чтобы коврик не скользил я видела такая продается в икея ее приклеивают на ковролин на этом я с вами прощаюсь всего вам доброго до новых встреч на канале ладно да складно спасибо спасибо Продолжение следует...